здравствуйте юлия здравствуйте сколько лет вы находитесь в испании ну если постоянно сказать то я находилась три года мы жили здесь три года это было восемь лет назад то есть плюс три года мы жили а теперь пять лет мы ездим туда и обратно но раза четыре в году мы бываем в испании что вы можете сказать каких стран больше всего приезжают туристы в испании ну по-моему есть такая интернациональная аура что сказать больше но больше наверное здесь англичан я так думаю потом немцы голландцы а теперь поехали русский это зависит же от региона то есть это зависит не тоже по всей стране правильно то есть в одном месте больше англичан другом месте больше у французы кстати поехали сейчас вот это зависит от места конкретного вот это мое мнение такой потому что мы жили в хаве и там было больше всего англичан потом немцев потом голландцев потом французов а потом вот сейчас 8 лет назад когда приехали русских не было вообще сейчас поехали русские русские покупают недвижимость там а вот здесь в новом месте где мы находимся сейчас да вот я честно говоря вопрос еще не изучила потому что я здесь живу всего две недели поэтому не могу сказать то есть это место называется вилла хайоса да и наш пляж где наш дом находится называется эль параизо очень красивая да то есть мало того что красиво еще такое чувство что действительно живешь в раю параиз это же рай то есть и поэтому поэтому это такое очень приятное место а еще здесь мне чем нравится что здесь не так много туристов то здесь может быть конечно летом будет много но обычно летом в июле августе мы не приезжаем то есть я предпочитаю весну осень а вот сейчас в этом месте мне больше нравится зима спокойно спокойно на море красиво гулять мне теперь понравился зимний отдых а раньше я себе представляла когда еще мы не пожили здесь три года до этого я представляла себе на было туристкой то есть а туристы это что это июль и август правильно и это был мягко сказать кошмар потому что столько народу на пляже и вот теперь я такой очень не люблю только весна осень если на море а вообще я предпочитаю зимой приезжай у вас тут пляж галечный или песок а тут есть два пляжа один галечный один песочный отлично да еще да еще тут есть такая скала которую можно оплыть кругом а там пещера и там пляжик но это только вплавь то есть очень красиво очень красиво супер какое время года вы рекомендуете арендовать жилье испании но это зависит от людей то есть некоторые люди вот как я уже сказал что если это туристы которые один раз в год дорывается до моря и приезжают в июле августе это один контингент а вообще то есть мой совет это весна осень а если вот здесь вот где вот и мы сейчас находимся то это вот для меня это зима потому что две недели назад когда я прилетела было плюс 25 28 то есть это как приятно прилететь из холодной и дождливой и темной голландии прилететь как каждый день солнце голубое небо и 25 градусов минимум днем то есть это очень приятно поэтому я больше и люблю зиму и народа столько нет то есть мой совет мой совет приезжать весна зима и осень но с детками наверное все таки лет ну с детками можно и май почему только лет а смотря какие детки если детки в школе понятно что нужно только летом в каникул а если не зависит от каникул если детки маленькие то лучше октябрь гораздо лучше я считаю это мое мнение субъективное но что еще хочу сказать то есть еще зависит от того где вы живете то есть не только от места а еще зависит находится здесь вы в своем доме то есть на своей вилле вы живете или вы живете в квартире вот например в нашем доме мы прожили три года в хавии то есть там как бы своя специфика почему потому что когда живешь в собственном доме когда у тебя бассейн когда у тебя большой участок то есть и недалеко пляж то есть первые два года мы ездили на море мы прыгали в бассейн с детьми вот где-то наверно после двух лет нам уже не хотелось ни на море не в бассейн то есть мы хотели сидеть в тени на балконе на террасе и потом у меня сейчас сложилось другое мнение что вот я сейчас предпочитаю квартиру почему потому что в квартире зимой проще жить то есть это включил кондиционеры на отопление это пошел на балкончик посидел на солнышке позагорал и пошел погулял на море то есть это совершенно как бы другой образ жизни и который лучше я не могу сказать то есть кто-то предпочитает одно кто-то другое но вот у меня так сложилось что у меня есть и то и другое и поэтому то есть мне нравится и там там то есть дом у нас хави хави интересное место очень чем это такой большой полуостров который выходит в море там в этом море не опускается вода температура не опускается меньше чем плюс 12 почему потому что хавиа закрыты этот полуостров со всех сторон горами то есть не идет холодный воздух и море поэтому держит вот в этой типа лагуне температуру такой то есть почему очень много пенсионеров например голландских то есть они идут на пенсию продают свои дома в голландии как в общем я туда и попал то есть это наша бабушка с дедушкой так сделал то дедушка пошел на пенсию продал дом голландии и они купили дом хави и переехали туда и вот мы как-то уже туда попали потом купили свой дом а здесь вот где мы находимся здесь конечно больше цивилизации чем мне нравится что здесь еще ходит трамвайчик из практически аэропорта ныне из аэропорта из центра аликанте идет он по всему побережью останавливается на всяких пляжиках то есть здесь можно не иметь машину то есть там хави без машины никуда то есть это милы находится в отдалении у нас где-то 5 минут на машине но пешком спуститься как бы можно у нас не на горе но такой все таки возвышенность спуститься можно подняться после пляжа уже пешком с трудом то есть это тоже специфика то есть там нужна машина всегда а здесь машины не нужно здесь внизу трамвайчик который если нужно отвезет если кому нужна цивилизация бенедорм где слишком много туристов для меня то есть я туда не не езжу я конечно была несколько раз но мне достаточно но вот и если нужно поехать в город то это можно поехать в аликанте а если просто вот здесь по разным пляжам про проехать и на каждом выходить то есть день на одном пляже день на втором день песочный день галечный день широкий пляж день маленькая лагуна какая-то поэтому мне вот здесь очень нравится что здесь не нужна машина какой вид недвижимости востребован больше всего в нашем регионе на коста-бланке коста-бланке здесь опять же зависит кто что предпочитает кто-то предпочитает виллу с бассейном а кто-то предпочитает вариант попроще с квартиры потому что в квартире то есть в апартаменте легче как бы и снять легче и арендовать и да все легче ухаживать за ним легче то есть смотря кто чего хочет но это еще зависит от материальных возможностей потому что виллу снять гораздо дороже апартамент не так дорого надо и виллу как у вас например можно снять 20 человек ну да то есть на моей вилле где-то то есть если там девять спален и в каждой спальне есть двухспальная кровать и плюс еще диван для ребенка и плюс еще можно поставить дополнительной кровати и детскую кроватку то есть но в общем 20 человек совершенно запросто что в квартире уже невозможно в квартире вот здесь в квартире три комнаты но тоже в каждой спальне по два человека и в одной большой спальне можно поставить доп кровати также вот диване на котором мы сидим он раскладывается могут спать еще два человека но это не очень комфортно когда столько народу то есть если получается 7 человек там и тут два то есть девять в апартаменте хотя он и большой 120 метров но когда столько народу но может быть компания может быть конечно две семьи с детишками но на вилле конечно больше простора почему потому что есть сад есть бассейн есть куда народу разбежаться по разным углам а в апартаменте получается что все у друг друга на виду но зато в апартаменте можно целый день быть на море то есть если здесь пешком три минуты до моря даже две наверное вот и наверное домой приходить только спать поэтому в общем тоже есть свои плюсы почему именно сюда на коста-бланка такой большой поток туристов что привлекает ну вот это я могу сказать совершенно точно так как вот это ты пожили и ездим и именно сюда то есть мы не хотим другое место например когда то давно еще туристкой то может быть лет там двенадцать назад мы ездили на коста браво то есть мы были в ларе дамар это перед барселоны если со стороны франции мы были в конце мая то есть холодно было невозможно то есть мы ходили в свитерах дальше мы пожили на коста-бланке когда вот мы купили дом то есть и я поняла что это наверное самое лучшее место почему вот мы например еще даже когда не жили мы приехали бабушки с дедушкой на новый год на машине и мы где-то числа 5 января на машине от них уезжали то есть у них в хавии было 25 градусов дню а мы мы выехали утром и где-то в районе трех часов мы были около барселоны и там шел снег то есть вот какая разница и дальше могу сказать следующее вот южнее от нас находится коста дельсо и я своих соседей в голландии приглашала к нам приехать в хавию они сказали не у вас холодно тоже май месяц был мы поедем малагу в общем малаги они ни разу не купались в конце мая почему потому что там же океан то есть там холодная вода там каждый день были ветра и тоже они ходили в кофтах и в ветровках и в куртках поэтому я считаю что оптимальный вариант это коста бланка то есть это совершенно мое мнение такое который не поколевать скажите пожалуйста по вашему мнению почему люди покупают недвижимость именно в испании и почему переезжают жить именно в испании ну здесь во первых зависит опять же от национальности людей которые едут как я уже говорил раньше вот например очень много голландцев именно пенсионеров то есть они переезжают из-за хорошего климата уходит на пенсию и на эту пенсию которая у них хорошая они живут в хорошем климате они под дождем не в темноте то есть солнце тоже как не только витамин да то есть это же еще и оптимизм и радость и жить дольше хочется потом плюс здесь у них больше возможности то здесь пенсионеры играют в теннис ходят гулять сидят там где-то на всяких набережных по ресторанчикам потом какая здесь вкусная еда это тоже надо отметить то есть это вот по поводу старшего поколения да а например по поводу молодежи у кого есть маленькие дети какая большая польза для детей пойти тут или в английскую школу или в испанскую то есть ребенок который здесь отучится несколько лет то есть он будет разговаривать и на своем родном языке на котором говорят в семье он будет говорить и по-испански и скорее всего он будет говорить по-английски то есть это развитие правильно вот дальше какая мотивация мотивация наверное еще как бы стремление не только к лучшему климата еще более комфортной жизни то есть у меня например здесь вот для меня мотивация почему я до сих пор сюда приезжаю сейчас не постоянно но думаю что я сюда к пенсии тоже переберусь вот то есть мотивация какая мне здесь комфортно мне здесь комфортно и от климата а еще вот что нужно заметить мне комфортно с испанскими людьми то есть люди это доброжелательность это нет каких-то глобальных проблем то есть они радуются они всегда доброжелательно разговаривают а еще мне нравятся испанские семьи например где-то там в ресторанчиках там где например поели да то сидят бабушки прабабушки дедушки родители внуки правнуки и все они сидят большой компании вот это мне очень нравится потому что у европейцев этого нет вообще на вот почему русские переезжает вот сейчас много поехал я конечно не очень знаю этот вопрос но я думаю в первую очередь это климат второе это у кого как бы есть возможность выехать я бы если выбирать страну на месте вот русских я бы выбрал испанию потому что здесь и комфортная жизнь и не сильно дорогая плюс здоровый образ жизни плюс еда ну и плюс море что вы можете сказать по поводу обучения для детей здесь я могу очень много сказать потому что у меня ребенок переехал сюда было восемь лет в начале он пошел в английскую школу полтора года он был в английской школе он ее закончил получил диплом английской школе школы то есть он говорит на английском совершенно свободно то есть англичане не понимает что он не англичане потому что у него нету ни акцента не неправильных оборотов потому что он общался с английскими детьми и все друзья у него были английские а дальше он закончил ее то есть он там перепрыгнул через один класс и он закончил ее в 10 лет то есть нужно в 12 заканчивать а он уже в 10 закончил английскую школу и тогда мы остались еще на год и он закончил испанскую школу то есть как бы еще один год он закончил испанскую школу значит у него испанские друзья, у него испанский язык совершенно свободный, и после этого в 12 лет он уже поехал в свою школу в Голландии и говорит по-голландски. То есть у него, получается, три языка совершенно свободных по поводу образования здесь. Но здесь у нас ходил еще на голландские курсы, как бы поддерживал голландский язык. Ну и плюс, так сказать, я говорю по-русски с ним, то есть это, получается, четвертый язык. А в школе, нашей испанской школе, у них было два языка. У них был Кастельяно испанский и Валенсиано. То есть он говорит и на Кастельяно, и на Валенсиано. И теперь после Валенсиано, это же много там от французского, он сейчас в школе дополнительный язык выбрал по-французски. То есть и он сейчас говорит еще и по-французски, потому что у него был в детстве опыт Валенсиано. То есть я считаю, что это развитие для ребенка, то есть это просто уникальная возможность. Урозование хорошее. Хорошее, очень хорошее. Вот медицина тоже многих очень интересует. И медицина, медицина очень хорошая, то есть просто очень хорошая медицина. Потому что у меня, ну у меня здесь просто маму вытащили, вот в частной клинике, в больнице в Бенедорме, куда ее отправили из Хавии там на скорой, потому что ей непонятно, никто не мог поставить. В Голландии не могли, в России не могли. Потом она прилетела к дочке в Голландии, не могли поставить диагноз. А здесь за 9 дней ее поставили на ноги. Плюс, естественно, как бы фрукты, солнце. И я ее за 8 месяцев, то есть она теперь бегает там по Петропавловской крепости бегом. Супер. Ну это частная медицина, а вот есть еще и бесплатная. Она также вот такого высокого уровня? Или все же есть немножко? А я здесь не могу сказать, потому что вот у нас был, так сказать, один как бы прецедент вот с моей мамой, которая за 9 дней вытащили. Но я знаю, например, вот родители, которые дедушка с бабушкой из Голландии, у них страховка. Ну то есть как у нас у всех страховка. То есть и они по страховке, и физиотерапия, и прочее, прочее. Не обязательно, чтобы это были какие-то там дорогие клиники. То есть это какие-то маленькие частные клиники, недорогие совсем. По страховке они здесь делали все, что нужно. И плюс вот физиотерапия. Ну то есть я так считаю, что здесь не только как бы пожилое поколение, но и дети, и средний возраст здесь должны быть более здоровыми, потому что они живут около моря. То есть это солнце, это соли, и плюс здоровое питание, потому что все фрукты, они выросли здесь, а их не консервировали, не там, чем-то там посыпали и не везли за тысячи километров. То есть я считаю, что здесь люди просто могут дольше сохранить свое здоровье. Чтобы вы посоветовали обязательно попробовать испанской кухни в Испании, и где обязательно побывать? Какие достопримечательности вы знаете? Ну, тут я тоже могу много сказать. По поводу кухни, да, первое. Потом по поводу достопримечательностей. Значит, по поводу кухни, то есть испанская кухня, она просто потрясающая, я считаю. То есть не говоря о том, что когда, например, приходишь в Меркадона супермаркет, когда приезжаешь, то есть хочется купить все. То есть абсолютно все, начиная от морепродуктов, рыбы, которые здесь только что выловлены, и цена на которую отличается от нашей в три раза меньше. А что попробовать? Ну, конечно, морепродукты, кальмаров, разные всякие там, да, морские, да, морские всякие штуки. Ну вот, и если в ресторане обязательно нужно, например, попробовать летом суп-гаспачо, мне нравится. Не который, в пакетах тоже можно купить, он вкусный. Но вот когда в ресторане, там туда кидают, там всякие еще овощи, летом я обязательно беру. Дальше, в магазине чего нужно обязательно попробовать глукамоле, то есть это авокадо, который намазывается там на стоп-броуд, ну, в смысле, на длинную эту французскую булку. Да нет, я так буду перечислять, я могу перечислить всю Меркадону, что я бы все купила и все съела бы. Это очень хорошо, все нравится. Все нравится, все нравится. По поводу достопримечательности, конечно, мы когда жили здесь, мы на машине объехали очень много интересных мест, то есть начиная, вот если смотреть там по побережью, то первое, это нужно обязательно поехать в музей Сальвадора Дали, музей-дом, то есть это нужно обязательно. Дальше нужно обязательно поехать в Гранада, Севилья, то есть это обязательно. А потом можно, конечно, не то что можно, но нужно поехать в Мадрид, посетить музей Прада, который, как оказалось, я не ожидала даже. То есть он, ну, мне кажется, что он гораздо интереснее Лувра в Париже. А вот, например, еще под, не доезжая Мадрид, если со стороны побережья, то там есть такой город, называется Квенка. То есть это такие камни, то есть утесы, а на утесах прилеплены дома. Потрясающе, то есть типа как в каньонах, дома в каньонах, да, то есть просто потрясающе. А главное, потом, после Мадрида, то есть главное, главное, нужно посетить Толедо. Это же вот бывшая столица, правильно? Ну, вот, то есть Толедо – это просто что-то потрясающее. То есть Толедо – это город, обнесенный таким рвом, стеной, и все внутри этой стены – это старинный, красивейший город. Ну, это нужно сто процентов туда ехать. А дальше и Столедо, как вы помните, такой Дон Кихот. Он же там рядом с Толедо все свои подвиги совершал. И там есть такой маршрут, прям маршрут по деревенькам, которые идут друг за другом. Там в каждой деревеньке останавливался Дон Кихот с Анчипанцей и производил все свои там деяния. То есть это прям такая дорога, это такой маршрут. То есть это тоже очень интересно. Мы его не весь, конечно, там проехали, но мне бы хотелось еще раз туда вернуться. Но вот в Толедо я вернусь сто процентов. То есть это нужно… Мы приехали просто, получилось, на два дня, и мне хочется приехать туда на пять дней и там пожить и походить пешком. То есть это потрясающе. Супер. А вот с наших таких местных достопримечательностей, вот на Коста-Бланке? Ну, на Коста-Бланке весь народ, как обычно, летом туристы едут с детьми в Бенедорм, где находятся все развлечения. То есть начиная от… Вот мне понравился больше всего там парк, который называется Мунда Мар, который для маленьких детишек. Очень приятный парк. То есть там детишки и кормят лемуров, заходят в клетку, и там шоу морских котиков. Ну, в общем, для детишек это чудесно. Рядом находится аквапарк. Аквапарк уже как бы для детей постарше, но тоже дети любят ходить. Да и взрослые там с горок скатываются. Дальше там же находится парк аттракционов большущий. Терамитика. Терамитика, да. То есть это уже для детей постарше. Ну, вот мои, они были в восторге от терамитики. То есть понравилось очень. И плюс там же зоопарк чудесный. То есть как бы есть куда пойти, поехать. Не говоря уже о том, что есть же маленькие такие городки, которые просто где-то чуть отъехали от побережья, старинные, посетить там крепости. Как водолес, например. Да, да, да. А потом что еще? О, а потом вот то, что интересно, есть же под, не доезжая Аликанте, есть парк Сафари. Тоже вот интересно. А потом шоу Фламенко. Вот это вообще есть же такие. Вот за Ахавией, чуть подальше в сторону Гандии, там у них ресторан и шоу Фламенко натуральное, настоящее. То есть я была и на шоу в большом концертном зале в Бенедорме. Ну, это все красиво, все это очень красиво. Ну, типа мюзик-холла такого нашего. Но вот когда это настоящая Фламенко, это, конечно, просто мурашки бегают, когда это смотришь. Но это нужно искать места. Ну, или знать. Ну, я могу посоветовать. Вот, например, вот от Ахавии в сторону Гандии на дороге есть такое вот место. Спасибо вам большое, Юлия, что вы уделили для нас время и ответили на все наши вопросы. Пожалуйста, обращайтесь. Я много могла бы дать советов, потому что, конечно, три года жизни здесь, и пять лет мы сюда ездим, ну, наверное, раза четыре в год. Поэтому еще не все увидели, не все прошли. Ну, а главное, что тянет. То есть вот тянет. Мне не хочется ехать ни в какую там далекую страну, типа Латинской Америки. То есть я вот, например, была на Кубе, я была в Мексике, в Доминиканской республике. То есть там, конечно, красиво, там Карибское море, да. То есть я была на Багамах в круизе. Ну, я не хочу больше туда. Я приезжаю в Испанию, и мне этого не только достаточно. То есть мне больше просто другого не хочется. Так что welcome, welcome в Испанию. Вот. Если видео такого формата вам интересны, напишите нам обязательно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канале в YouTube и Facebook. Субтитры сделал DimaTorzok